всем привет вы слышите алексея халецкого и в этом видео я хочу вам рассказать об игре lords mobile это многопользовательская глобальная стратегия которая предназначена для игры на мобильных устройствах а также является одной из самых популярных среди стратегий в app store и google play однако в начале хочу заранее предупредить что мне заплатили за этот обзор чтобы я его сделал и он появился на моем канале так что если вас не устраивают такие видео мне очень жаль и до свидания а для всех остальных хочу рассказать что же из себя представляет лордс мобайл ну во первых я уже делал обзоры на многопользовательский онлайн стратегии но если вдруг вы еще не в курсе то опишу игровой процесс подобных играх и конкретно как это происходит в лордс мобайл игроки постепенно улучшают свою крепость развивают армию чтобы атаковать вражеские крепости уничтожать их захватывать ресурсы и вражеских лидеров сама карта разделена на королевство на разные территории и изначально вы можете атаковать только врагов со своего королевства но во времена войны королевств все королевства а даже иногда одно или несколько открыты для атак кроме того на карте королевство появляются монстры боссы На которые вы тоже можете нападать и захватывать ресурсы Или артефакты В чем главное отличие мобильных стратегий от тех же компьютерных Это то, что в них все происходит не так быстро, как в реал-тайм стратегиях То есть, например, апгрейд здания с 8 на 9 уровень займет, предположим, 26 минут Это не значит, что вам надо зайти, только это сделать и ждать 26 минут, как продолжится Нет, это означает, что заходя в игру У вас есть время, ну в тот момент, когда вы едете, например, в метро на работу Или у вас перерыв, заняться своим королевством, но не посвящать этому много времени Отдать приказания, вот это построить, вот это построить В очередь улучшение зданий, тренировку войск, исследования И дальше пойти и заняться своими делами Через некоторое время опять вернуться в королевство и заняться его развитием Разработчики утверждают, что у игры больше 250 миллионов скачиваний И вроде как все эти люди находятся на одном глобальном сервере для всех игроков Игроки со всего мира, там в самой игре в Lords Mobile куча языков Так что русский тоже найдется Не знаю, как насчет, кстати, украинского и белорусского Ну а если возвращаться вот к этим битвам королевства на королевство То имеется даже трон император Я до такой стадии не доигрывал, так вы понимаете Тут вот я развил свой замок до 12 уровня пока только Но целей и возможностей в игре дофига Кстати, ссылки на скачивание есть в описании к этому видео И на iOS, и на Android И разработчики обещали, что те люди, которые будут скачивать по моей ссылке Будут получать подарки внутриигровые, которые помогут им на начальном этапе Кроме того, у меня есть своя гильдия Но я не уверен, что к моменту выхода обзора она еще будет функционировать Может я заново создам Во всяком случае, называется она Халецкий Тим Попробуйте найти такую гильдию Возвращаясь в игре В чем отличие, особенности Lords Mobile от других подобных многопользовательских стратегий? Во-первых, из тех игр, которые я видел Тут графика, по-моему, самая приятная Во-вторых, здесь проработанные битвы ваших героев Тут вообще довольно серьезный фокус сделан на героях Которые вы постепенно получаете, проходя битвы не с другими игроками А против квестовых монстров и так далее Испытания для героев проходите И там вы контролируете героев в режиме реального времени Правда, не совсем так, как в реал-тайм-стратегиях А запуская их навыки Тапая по экрану, потому что это все-таки мобильная игра И вообще, битвы здесь сделаны намного красочнее, чем других подобных мобильных стратегий Кстати, в 2017 году Lords Mobile победила в номинации Лучшая соревновательная награда от Google Play А также была номинирована на премию Google Play в номинации Лучшая многопользовательская игра С одной стороны, хоть я и сказал, что в игре можно вот там зайти на 5-10 минут И все сделать, потом выйти и зайти Пойти заниматься своими делами Но в Lords Mobile очень много, что происходит И вы постоянно на экране своего устройства будете находить интересные закладки Куда зайти и что сделать Игра, кстати, бесплатна Понятно, что разработчики зарабатывают на дополнительных транзакциях Если вы хотите ускорить что-либо в игре Тогда покупаются кристаллы и за их счет вы можете очень-очень быстро все построить Но, по-моему, система щадящая Но об этом лучше, наверное, расскажут те, кто в Lords Mobile поиграл больше моего Как вы развиваете свое королевство? Есть здание на добычу ресурсов Есть здание на тренировки войск Которые относятся вообще к войскам Там и на лечение войск На апгрейд войск Есть здание на улучшение ваших героев И вот чего я, например, не видел в других подобных стратегиях Это того, что можно выковать различное оружие И, кстати, выполняя квесты вы получаете ресурсы для того, чтобы ковать вот это оружие для героев Войска тут традиционно разделены на 4 подвида Которые соотносятся друг к другу, как камень, ножницы, бумага Поэтому тут важна разведка Вы сначала отправляете разведчика к сопернику в замок Чтобы увидеть, какие типы войск у него имеются А потом формируете армию, чтобы на него напасть Правда, вот битва против других соперников никак вами не контролируется Тут решает только вот набор войск и их количество Во время оборонительной битвы, когда на вас нападают Вы еще можете построить ловушки в замке Которые по-разному действуют на вражеские армии Так что вариативность большая Есть режим Колизея Это что-то типа арены Или битв ваших героев против героев соперника Вообще на экране крепости постоянно открываются новые возможности По мере увеличения вашего уровня У меня, например, на 13 уровне вот откроется торговый корабль Групповое сражение в бастионе хаоса надо пройти, чтобы открыть другие задания И так далее, и так далее, и так далее Еще много возможностей открывается с течением времени, пока вы прокачиваете свои войска Хотите атаковать другого игрока? Идете на глобальную карту, находите замок послабее Сначала отправляйте туда разведчика, чтобы быть в курсе, насколько ваш соперник может быть силен против вас Когда вы получаете необходимую информацию и отправляете туда войска Ну вот у меня в соседях парень третьего уровня Давайте глянем, что там у него имеется Ну он довольно слабенький 19,5 тысячи, я думаю, этого хватит, чтобы напасть на него и захватить его замок Точнее, мы не можем его захватить в замок Но победить его войска и получить ресурсы себе мы точно сможем 50 секунд будет идти моя армия, ее можно, кстати, ускорить 25% быстрее сделаем Если вы увидите, что на вас будут нападать, имеется щит Правда, пока я во время нападения не могу его активировать Но если бы я не нападал, я мог бы активировать щит И на меня бы в течение 8 часов никто не мог бы напасть или разведать Давайте посмотрим бой, как происходит Но опять же повторю, при нападении на других игроков вы никак в самом бою участвовать не можете Только посмотреть, как он происходит У него совсем там, по-моему, нет армии практически никакой Еще мы тут получили Блин, что-то опыта вообще никакого Ну, наверное, потому что армии не было никакой Поэтому опыт мои ребята не получили А вот ресурсы, которые мы получаем благодаря этой победе Давайте еще на кого-нибудь нападем Бастион Хауса, это такие большие квесты Вот тут видите, большая сила То есть мы убить Бастион Хауса сейчас не можем Это надо собрать гильдию, много человек туда нападать Знаете, вот кого-нибудь пожирнее Вот чувак 6 уровня Разведка проведена Понятно, что у него войска послабее все равно, чем у меня будут Но в отличие от предыдущего У него хотя бы 2000 силы войск есть И какой-то бой происходить будет Который вы сейчас видите на своем экране Все-таки 6 уровень замка У него он уже более-менее прокачан Правда, ни в какой гильдии не состоит Так что можно не опасаться мести от его товарищей Хм, его войска так весело разлетаются Ну, все-таки он не вкладывался в армию А надо было бы, возможно, я бы его не с такими Не так сильно бы вынес И думаю, тут ресурсов мы захватим побольше Кроме битв, естественно Видите, тут по карте разбросаны всякие ресурсы То есть вы можете отправлять туда своих посланцев Чтобы они собирали эти ресурсы А не только добывались у вас в замке В дальнейшем вы можете обучать своих фамильяров Но до этого я не дошел Это открывается, по-моему, то ли на 15 уровне, то ли на 20 В игре очень сильная социальная составляющая Игроки гильдии заводят друзей Некоторые парочки даже женятся Есть пара из Белоруссии и России У некоторых даже дети Не знаю, как они, наверное, в одной гильдии Было бы прикольно, если бы муж и жена были в разных гильдиях И в игре постоянно бы делали набеги друг на друга Из минусов игры я бы отметил, конечно, невозможность Участвовать в самих битвах То есть вы их никак не контролируете И иногда на экране происходит столько всего Сразу там какие-то всплывающие сообщения Высказательные знаки Что ты просто теряешься в том, куда тебе надо нажать И что сделать В общих чертах суть Lords Mobile заключается в подстройке базы Обороне ее от других игроков И нападении Атакуя чужие замки, побеждая и успешно обороняясь Вы получаете трофеи и поднимаетесь в иерархию А далее сталкиваетесь со все более сильными игроками Причем вас не бросит в королевстве рядом с сильными Там все так устроено Чтобы вы находились рядом с более-менее одинаковыми с вами по уровню игроками Ну понятно, если вы не будете развивать свой замок Они уйдут далеко вперед Важная социальная составляющая Если вы вступите в гильдию То жить вам станет полегче Сагильдийцы будут вам помогать и в строительстве И в ресурсах И в защите от других игроков Когда надоедает очередное строительство Потому что оно длится уже не секунды, а минуты Или даже часы Вы идете в линейку героических квестов И там уже деретесь не с игроками А с мобами, с ботами Прокачиваете своих героев Проходите испытания Получаете за это ресурсы Артефакты Прокачиваете оружие И так далее В общем-то в этом и фишка Лордс Мобайл Что это смесь стратегии И экшен-моба РПГ В общем Прошу вас обратить внимание На эту многопользовательскую Онлайн-стратегию Лордс Мобайл Еще раз повторю Ссылки есть в описании к этому видео Вы слышали Алексея Халецкого Всем пока